От топа-то копыт пыль по полюлетит, Карлу Клару украл кораллы. Всем привет, это 21 век, я Саш Сериков, и сегодня у нас на обзоре микрофоны FIFINE T669 и K669. Этот USB микрофон действительно хвалят в сети за соотношение цена-качество, ведь для записи подкастов, стримов это прям идеальное решение, подумайте сами. Просто микрофон стоит около 50 долларов, а уже в комплекте с пантографом 80 долларов. И прям все довольны качеством записей, согласитесь, такие отзывы действительно странно слышать о китайском бренде, о котором никто никогда не слышал, но тем не менее, факт остается фактом. Давайте же проверим, что они могут. Вот так выглядит сам микрофон. Уберем фапильтр. Очень простой, очень стильный, никаких фишек наворотов тут нету. Да, есть вот у нас регулятор чувствительности, он же громкости, все, больше ничего. Сами микрофоны металлические и создают ощущение, знаете, такой цельности. Выглядит просто, но мы с вами прекрасно знаем, что то, что просто, то никогда не ломается, то создает ощущение надежности. Младшая модель идет в комплекте только с треногой. Заметьте, даже нет паука. Старшая же модель идет с фапфильтром. Он защищает микрофон от задувания типа... Вот такой вот штуки. Плюс здесь есть ветрозащита, если вдруг вы на открытом воздухе. И в принципе, она тоже работает и как фапфильтр. Кроме того, здесь есть паук, который убирает вибрацию на всякий случай, и пантограф. И согласитесь, для разницы в цене в 30 долларов, пантограф за 30 долларов с фапфильтром это просто идеально. Я свой фапфильтр покупал только за 50 долларов отдельно. А да, и тренога с переходником здесь тоже идет в комплекте. На младшей модели кабель не вынимается, не съемный. На старшей модели, которая с пантографом, кабель съемный. Да, к слову, поставка выглядит довольно, ну скажем, такой хлипенькой, несбалансированной. Возникает ощущение, что если вот так вот наклонить микрофон, то он вот едва, едва держится. Но с другой стороны, вы же ставите на стол перед собой, поднимаете вверх, и центр тяжести смещается, и спокойно вот так вот разговариваете. Поэтому свою функцию она выполняет. Хотя, нашел один минус. Ну, скорее как минус, для геймеров. На нем нет кнопки mute. Это для них вообще необходимая вещь, особенно если ты играешь в игрушку, и с тобой жена и дети в одной квартире. Эти микрофоны конденсаторные и кардиоидные. То есть они записывают звук вот так, исключая то, что находится позади. Ну, почти исключая. Вот я говорю и печатаю, и это слышно слабо. А если же мы повернем его сюда, то будет слышно куда громче. Ну, а сейчас мы вам объясним, для чего же нужен поп-фильтр. Вот смотрите. От топота копыт пыль по полюлетит. Ну, а теперь с поп-фильтром. От топота копыт пыль по полюлетит. Ну, и ветрозащита. К чему это все? То, что вот этот вот набор гаджетов для записи, это то, за что стоит переплатить. Потому что без него вам не обойтись. Пантограф такая классная штука, господи. Так, ну, давайте запишем мой голос, чтобы прямо сейчас посмотреть открытие ЧХ. Просто посмотреть, как это выглядит. Низкие частоты, он довольно плохо снимает, но, с другой стороны, ему это не надо. Зачем записывать басовые, обертоны моего голоса, ему этого не надо. По верхам, вот, я вижу, что 10-11 тысяч это предел. Опять же, больше ему не надо. Это микрофон для стримов и для подкастов. Для стримов и для подкастов вам нужна только вообще вот эта вот штука. Все. Все остальное это украшение. Поэтому, еще раз повторюсь, со своей задачей он справляется идеально. Никогда в жизни не думал, что когда-нибудь можно будет купить конденсаторный микрофон за 50 долларов. Вау. Прямо сейчас я записываю на максимальной чувствительности. А это 21 век. И у нас обзор микрофонов. Ну, а прямо сейчас максимальная чувствительность микрофона я говорю своим обычным голосом. Понятное дело, что на высоких, на максимальной чувствительности записывать нет, не стоит. Если вы будете говорить в полный голос, само собой. Но, в целом, диапазон микрофона, ну, неплохой. Ну, то есть, спокойно можно вообще выжать из него то, что вам надо. Дальше от вас он стоит, вы делаете, значит, чувствительность побольше, ближе к вам чувствительность поменьше. Как я и сказал, шумит он, дай боже. Ну, но из гейт почти все исправит. Вырежет, конечно, пару частот от вашего голоса. А с другой стороны, камон, 80 долларов в полном комплекте микрофон. С ума сойти. Это абсолютно идентичных два микрофона. Единственное отличие в комплектации и в том, что здесь кабель не вынимается, а здесь вынимается. Во всем остальном они, мне кажется, абсолютно одинаковыми. Цена более чем сладкая, функционал более чем необходимый, они металлические, выглядят надежными и, в принципе, удовлетворят все ваши вообще хотелки. Вам не альбом записывать в него музыкальный, вам в него говорить, а другим людям слушать. И не всегда люди слушают тоже с мониторов и с наушников. Все слушают с телефонов, с ноутбуков, поэтому нормально. И даже демки музыкальные в него записать при большом желании у вас получится. Почему этого не было в моем детстве, я не знаю, но, возможно, моя карьера пошла бы по-другому. На этом все. Это был 21 век. Я Саш Сериков. Спасибо всем за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok